Труды Рабаша, том 3, страница 2090, статья «Время избавления». Учебные материалы можно найти на сайте кап.тв, там же можно задавать вопросы, избранные из которых будут задаваться в прямом эфире. Труды Рабаша, том 3, страница 2090, «Время избавления». Ну, можно сказать, что мы действительно находимся во времени избавления, потому что после разбиения Келим, после греха Древа Познания, начинается уже время избавления, с одной стороны. С другой стороны, всё-таки есть ещё очень много стадий, о которых нельзя сказать, что это уже избавление. Избавление – это состояние, которое должно раскрыться в мере своей необходимости, необходимости, то есть хиссаронов кли, потребности в кли, чтобы произошло избавление. А что такое избавление? Избавление Израиля – это того, кто стремится к Ешаркель. Что такое избавление? Что называется избавлением? Это тогда, когда чувствуют изгнание. А из чего изгнание? Из свойства отдачи, из желания отдавать, из свойства Творца. То есть избавление – это раскрытие Творца творению, желание отдачи, любовь, отдача, которая должна раскрыться в нас. Это свойство, когда раскрывается в нас, это называется избавлением. При условии, что у нас есть к этому потребность – хиссарон. То есть я должен вначале вооружиться хиссароном для желания отдавать, для любви, то есть свойством Творца. И тогда, если есть такой хиссарон, то оно раскроется. То есть подготовка к избавлению – это хиссарон, потребность в избавлении. Есть ли в нас такая потребность? Готовы ли мы к этому? Просим ли? Или наоборот, мы изо всех сил убегаем от всех таких возможностей. И тот, кто рассказывает, что избавлением называется желание отдавать, любовь к ближнему, может быть, мы наоборот не хотим слушать, проклинаем. Вообще хотим стереть, чтобы его не было. Насколько мы хотим избавления? Такой вопрос. Ну, посмотрим. Время избавления. Начнем со второго предложения. Вот идет время избавления, и на нас возложено лучше подготовить себя к свету избавления, к выходу из рабства на свободу. И известно, что нельзя выйти из изгнания, прежде чем находишься в изгнании. И известно, что святая Тора, она вечна и существует в каждом поколении, управляет в каждом поколении. И мы говорим в Агаде, что в каждом поколении человек должен видеть себя, как будто бы он вышел из Египта. То есть должен быть Хессарон в нас, что невозможно. Что он говорит? Невозможно выйти из изгнания до того, как мы находимся в изгнании, то есть чувствуем, что находимся в изгнании. Какая разница между изгнанием и избавлением? Бальсулам говорит в ином месте, в первом пункте. Простите, он говорит, что разница в букве Алиф, то есть Алуфо Шеролам, князь мира. То есть его свойства, которые наполняют нас, это и есть избавление. То есть я чувствую, что все мои мысли, все мои чувства, все наполняется только желанием отдавать, что я хочу только этого. Это называется избавление. Ждем ли мы этого? Поэтому он говорит, что невозможно выйти из изгнания, прежде чем мы будем находиться в изгнании. То есть мы почувствуем, что находимся, что будем ощущать свое намерение ради получения, как изгнание. Поэтому следует знать вопрос изгнания, в котором мы находимся. И каждое поколение должно выйти из этого горького изгнания. А в чем оно заключается? Вот говорит великий Ари, что египетское изгнание заключалось в том, что дат был в изгнании. Знание. Знание святости. Но в том, что касается дат и душа, знание святости в изгнании, нуждается в прояснении. Сказал он, что Сеор и Махмедсет, ячмень и квасное, это одна ступень, и мы называем это злым началом, иной властью, чужой бог, идолой. И мой отец и учитель сказал, что ситра, ахры, клепа и злое начало – ничто иное, как желание получать. И это работает и в моха, и в либа, и в сердце, и в разуме, и в сердце. То есть власть фараона, царя египетского, и рабов фараона – это власть, желание получать над всеми органами тела. И все эти 248 органов, в то время, когда они служат, желание получать, называются рабами фараона. Известно, что первый фактор работы – это лёлишма, то есть со стороны воспитания. Заповеди, принятые у людей, переданные людьми, работающие именно на основе желания получать, которые дают человеку понять, что материальные наслаждения, нет в них особой ценности, потому что сколько уже живёт человек в этом мире? С помощью торы заповедей же человеку достоится духовного наслаждения в грядущем мире, который является вечным. И таким же образом, для того, чтобы удостоиться успеха и материальных наслаждений, следует соблюдать торы заповедей, тогда у нас будет крепкое здоровье, хороший доход, и длинная и хорошая жизнь. Человек со стороны желания получает наделён природой лени. Есть люди, которым достаточно хлеба и воды, есть люди, которым нужна рыба и мясо, есть люди, которым нужны уже хорошее имущество, хорошая одежда, есть люди, которым нужны уже просторные дома. Всё это в соответствии с энергичностью человека. Но никто не хочет работать, никто не хочет делать больше, чем ему необходимо. У каждого есть своя мера необходимого, но работать ради отдачи вообще природе человека не свойственно. И всё это потому, что человек сотворён со стороны желания получать ради себя. И поскольку для того, чтобы удостоиться истинных наслаждений, следует сначала удостоиться слияния, то есть уподобление свойств, чтобы он привёл своё желание в соответствие тому, что называется желанием отдачи, что является свойством Творца, отдающего. И это противно природе. И мы находим, что он находится в изгнании, то есть под властью царя египетского, поскольку тело называется желанием получать. Нет у человека интереса работать Творца против собственного желания, служить Творцу против собственного желания, потому что в необходимом наслаждения нет, только горечь. И только таков путь Торы, то есть тот путь, пока мы не приходим к выполнению Торы, лишьма ради Творца. А до тех пор жизнь – это боль, поскольку речь идёт о принуждении. Ну, давайте начнём читать. Постепенно, медленно, и будем выяснять. И будете задавать вопросы. Постепенно. Давайте читаем параграф за параграфом, и вы будете задавать вопросы. Пожалуйста. Вот идёт время избавления. И на нас возложено лучше подготовить себя к свету избавления, который является выходом из рабства на свободу. То есть, приходит свет, он воздействует на общее желание получать, и так встряхивает нас, и готовит нас к новому состоянию, которое называется избавлением относительно состояния изгнания. Тогда этот свет, который воздействует на нас, прежде всего, он даёт нам ощущение, что мы находимся в изгнании. И я не знаю, что это. Я даже не знал, что это называется изгнанием. Изгнанием из чего? И что относительно этого есть состояние, которое называется избавлением. И осознание избавления приходит именно во время изгнания. То есть, я должен вооружиться архиссароном к избавлению, потребностью в избавлении. И тогда подготовка к избавлению называется изгнанием. Если я сейчас, если у меня сейчас нет нехватки в желании отдавать, в любви к ближнему, к возлюбию ближнего своего, как самого себя, как говорит Тора, что в этом цель развития человека. Если у меня этого нет, то я не чувствую, что нахожусь в изгнании. Я, может быть, нахожусь в изгнании, потому что мне не хватает различных материальных удовольствий, какого-то там успеха материального. Но то, о чём нам Тора рассказывает, как цель развития человека, что это любовь к ближнему, возлюбие ближнего, как самого себя, общее правило Торы, в этом нет нехватки. То есть, я пока не нахожусь, нет потребности, я пока не нахожусь в изгнании. Это не очевидно, потому что, что вообще привело сынов Якова к тому, чтобы спуститься в Египет? Я не знаю. Оставь меня со всеми этими историями. Единство? Они хотели этого? Я не хочу говорить о историях, которые ты мне приводишь в пример. Мы говорим в той форме, в которой он пишет. Не говори мне о Торе, я не знаю Тору. Я говорю о том, что написано здесь. Изгнание – это относительно чего? Я сказал, изгнание – это относительно того избавления, которое должно произойти. Я хочу быть врачом. Сейчас я нахожусь в состоянии, когда я собираюсь учиться. Мое желание быть врачом обязывает меня учиться и достичь этой степени. И пока я ее не достигну, это будет называться, что я нахожусь в изгнании по отношению к тому, что я хочу достичь. Я хочу заработать сто тысяч долларов. Пока я не заработал их, я нахожусь в изгнании. Так это ровно то, о чем я спрашиваю. Если они во мне уже находятся и находятся в изгнании, значит, есть желание, любовь к ближнему, и все такое? Поэтому я и сказал, что мы еще не находимся в изгнании. У тебя есть потребность в любви к ближнему? Так немножко. Ты хорошо проверь. Ну, допустим, да. Почему тебе этого не хватает? Может быть, ты заработаешь с помощью этого что-то? То есть ты должен проверить, нужна ли тебе любовь к ближнему или то, что стоит за любовью к ближнему. Что ты там представляешь, что есть какая-то большая прибыль, я там постигаю высший мир, вечность, рай, я постигаю Творца, я там кручусь в высших мирах? Ну, тогда ладно. Если с помощью любви к ближнему я зарабатываю все эти вещи, приобретая все эти вещи, я согласен и на любовь к ближнему. Так проверь. И в соответствии с этим почувствуешь, находишься ли ты в изгнании именно по отношению к этому свойству или нет. Или то изгнание, которое ты чувствуешь, это ощущение хессаронов, получающих килим, что ты не получаешь в них достаточно наполнения, а не хессарон, выдающих килим, что у тебя нет возможности отдавать. Ты бы хотел, чтобы у тебя была только возможность отдавать, а у тебя нет. У тебя нет этих усилий, этих стремлений, этих потребностей отдавать. Это особое ощущение изгнания из духовного. Я бы хотел отдавать всему миру и любить всех, и обнять всех, и объединить всех, я бы хотел это сделать, но я не чувствую в себе возможностей, стремлений не чувствую изнутри достаточного. С одной стороны, я хочу, но не могу, не в состоянии. Это уже ощущение изгнания. То есть внутри ощущения изгнания уже есть представление об избавлении, только отсутствует его реализация. То есть нет силы реализовать. Но образ избавления, как оно будет выглядеть, как оно произойдет, это есть в тебе. У тебя как бы есть вак картины, но не гар, не реализация. То есть ты представляешь, ты чувствуешь, насколько это прекрасно быть в отдаче, а я не в состоянии. Но я очень хочу, я стремлюсь, только реализации нет. Нет сил. Скажем, это как старец или как младенец. Очень хочет, но сил нет. Это называется изгнанием. То есть потребность в изгнании по отношению к исправлению, это значит, что нет силы реализовать. И что тогда нужно делать в этой точке? Это уже и вскричали сыны Израиля. Получают силы свыше. Дай Бог прийти к изгнанию. Как завершается изгнание в современном мире, где все стремление только сводится к успеху, к деньгам, к имуществу, недвижимости. Что в этом все может пробудить вообще ощущение изгнания? В естественном виде все приходящие в мир должны прийти к отчаянию. Должны отчаяться, разочароваться во всем этом процессе. Почувствовать, что у них ничего от этого нет. Откуда возьмется отчаяние? Отчаяние придет до того, что вкладывают много сил для того, чтобы достичь еду, секс, семью, богатство, власть, знания и приходят к отчаянию. И мы сегодня видим, что очень много людей приходят к отчаянию. Есть самоубийцы, есть принимающие всякие антидепрессанты, есть те, которые курят марихуану или принимают еще более тяжелые наркотики. То есть есть. Это указывает на недостаток наполнения. Но что сказать народу в плане решения? Решение это еще не решение. Отчаяние это еще не решение, но это уже состояние определенное, когда человек отчаивается в том, в способности достичь чего-то теми средствами, которые есть в его распоряжении. Есть такие, которые хотят чего-то достичь, но разочаровались в средствах. А есть такие, которые уже отчаялись не потому, что они не могут чего-то достичь, а потому, что им нечего достигнуть. Они не знают, чего нужно достигать. И возникает такая внутренняя пустота, которую они наполняют каким-то наркотиком. Так почему это не может продолжаться все время? Ну это как бы может быть так, но цель творения, чтобы все это желание получать, которое есть в каждом из нас, чтобы в конечном счете оно через отчаяние пришло к состоянию, когда оно будет нуждаться вскричать, от безысходности, от всего, от невозможности достичь наполнения, от невозможности вообще видеть наполнение, в отсутствии сил чего-то достичь. Короче говоря, хочет умереть, но не может. А насколько мы близки к этому по-вашему? Насколько мы близки, мне тяжело сказать. Пока что мы видим, что человечество до сих пор, последние несколько десятков лет, старается от этого убежать, из этого состояния. Однако, сегодня мы видим, что это стремление становится общим, общее разбиение, общая путаница в Европе, в Америке, во всех странах, отсутствие веры в лидеров этих больших людей в мире, стремление к нацистским режимам, к различным крайним формам, экстремистским формам в человеческом обществе, всякие фундаменталисты. Все это указывает на недостаток покоя, на безысходность. То, что, допустим, наркотики станут законными в какой-то момент, это к чему-то приведет? Продвинет к ощущению изгнания хотя бы? Нет, наркотики тоже скоро пропадут. Наркотики вещь не новая, она существует... Но новым будет то, что они будут законными. Они были раньше свободными, что тысячу лет назад или две тысячи лет назад они не были свободны. Знали о всех этих вещах. я несколько дней был с индейцами в Южной Америке. Они все время жевали что-то, там, листья коки. Это просто в кармане у них было. Брали из кармана и жевали. И даже мне предлагали, да, попробуй, почувствуй, насколько это приятно. Да, но из этого состояния я не возоплю там кому-то. Нет, есть граница. Все приходит в мере развития желания. И мы приходим к состоянию, когда у меня уже даже желания к наркотикам нет. Я чувствую, что это ложь. И не этого эха. Что-то меня уже не наполняет. Ты увидишь, что так это будет. Короче, человечество останется без ничего. Все есть, и мне ничего не надо. Но желание получать развивается. Этот хессарон пустой, он остается, он только возрастает. И это будет такой крик, такой что делать с жизнью? Я хочу умереть и не могу. Мне нечем наполнить себя. Наполнить вот этот хессарон. Это ужасно. в особенности, когда у тебя и работы не будет. Ты получишь то, что ты хочешь. Не будет потребности в мастерстве, потому что работает еще и мастерство, искусство. Даже портной или сапожник, он мастер, он получает удовольствие от профессии и не будет этого. Сейчас со всей этой роботизацией. Вот так вот это произойдет. Человек останется в мире, где у тебя есть все и нет у тебя ничего. Понимаешь? Это самое ужасное состояние. И это будет первым этапом избавления. Точнее, это будет первым этапом галута, изгнания. Я еще не знаю, чего хотеть, но пустоту я чувствую. А из этого мы начнем искать, каким может быть наполнение. Если нет наполнения в намерении ради получения, то будет наполнение в Рамении ради отдачи. Это придет. Но будем надеяться, что мы приблизим это. И еще прежде, чем мы придем к этому отчаянию, это может быть через мировые войны, мы ускорим это, человечество поймет, что может быть иначе. Примив расчет также, насколько это может дать проблем, бед народу Израиля, ведь решение находится в нем и народы мира инстинктивным образом чувствуют, что решение в нас. И соответственно, они нас обвиняют, они говорят, что мы виноваты во всех бедах в мире. так тем более стоит нам ускориться и распространять методику исправления. И вообще весь этот процесс, раскрыть его для всех. Но ну, ну, Зор Чикаго спрашивает, как мы ищем изгнание, не нарушая, не нарушая правила, что нам не надо искать левую линию или искать страданий? Все зависит от распространения, все зависит от объяснения. Ничего делать. Но будем надеяться, что мы найдем правильный подход. Пожалуйста. Сначала параграфа, сначала абзаца. Вот идет время избавления, и на нас возложено лучше подготовиться к свету избавления, который является выходом из рабства на свободу. Известно, что невозможно выйти из рабства, прежде чем находишься в рабстве, из изгнания, прежде чем находишься в изгнании. Известно, что святая Тора, она вечная и действительно для каждого поколения. И как мы говорим в Агаде, в каждом поколении должен человек видеть себя, как будто он вышел из Египта. Поэтому следует понимать вопрос изгнания, в котором мы находимся. И каждое поколение должно выходить из этого горького изгнания. И что это такое? То есть вначале изучить, что такое изгнание, а затем из этого можно будет понять, в чем состоит избавление. вот сказал великий Ари, что египетское изгнание заключалось в том, что даат было в изгнании, даат дэгдуша, знание, знание святости. И вопрос знания святости, даат дэгдуша, в изгнании тоже требует прояснения. И сказал и говорит Зоар о том, что ячмень и квасное это одна ступень. И мы называем это злое начало, иная власть, чужой бог, идолы. То есть власть злого начала в человеке называется изгнанием. Злое начало это желание получать, желание насладиться, желание видеть в своей жизни материальные достижения, которые предстают перед нами как цель. Мой отец учитель комментирует, что ситра ахра и клипа и злое начало не что иное, как желание получать. И это работает как в разуме, так в сердце. И в мыслях, и в желаниях, желание насладиться всем, что есть перед нами называется злым началом. И когда мы находимся в этом, это называется изгнанием. То есть власть фараона царя египетского и рабов фараона это власть желания получать над органами тела. Во всех наших желаниях, если есть намерение насладиться самому ради самонаслаждения, это называется власть фараона. То есть желание получения само по себе не на нем проблемы. проблема в намерении ради самонаслаждения, ради того, чтобы насладиться, использовать желание наслаждения таким образом. В этом проблема называется власть фараона. То есть фараон сам это намерение ради получения. То есть все 248 органов в то время, когда они служат желанию получать, называются рабами фараона. Известно, что первый фактор работы это лёльшма. Со стороны воспитания заповеди, переданные людьми, начинаются именно на основе желания получать, которые дают человеку понять, когда дают человеку понять, что у материальных ценностей, у материальных наслаждений нет такой же ценности. Потому что сколько уже живет человек в этом мире? мы когда начинаем приближаться к нашему исправлению, к намерению радиоотдачи, мы приходим к этапу, которая называется лоли-шма, когда мы делаем различные действия для того, чтобы прийти к намерению радиоотдачи, к совпадению по свойствам с творцом. И это действия по сближению в группе и всякая учеба, для того, чтобы притянуть сведовозвращающий к источнику. Весь этот период до того, как мы получим желание отдавать, и тогда это будет значить, что мы входим в избавление. Весь этот период называется изгнанием. То есть, когда начинается изгнание, с момента, когда я начинаю работать над своим исправлением, и пока я не получу исправление. Весь этот период, он называется лоли-шма, и он называется изгнанием. А до того нет, до того я вообще не знал, где я нахожусь. После этого я уже вхожу в избавление, все более и более раскрываю силу отдачи в себе, которая называется Творцом. Понятно? Получается, что изгнание — это когда человеку, который с точки в сердце приходит в группу и начинает тогда понимать через годы, через многие годы, что я хочу получить любовь, отдачу, если действительно мне не хватает силы отдачи, это означает, что я нахожусь в изгнании из силы отдачи. То есть я нахожусь вне силы отдачи. Это называется изгнанием. То есть он понимает, что он хочет отдачи? Разумеется, он понимает и чувствует. Если он не понимает и не чувствует, то такое состояние вообще не называется Творением? То есть это и есть познание зла? То есть главное для нас — это достичь изгнания. Ты сейчас это понимаешь, что в этом наша цель — прийти к ощущению изгнания, что нам не хватает отдачи и любви. Тогда, по крайней мере, мы будем в изгнании. То есть египетским изгнанием называется, когда мы начинаем понимать и чувствовать, чего нам не хватает. Силы отдачи и любви. И тогда, как результат этого, мы приходим, мы убегаем из желания получать, мы не хотим его использовать, настолько, что мы хотим прийти к отдаче, убегаем из желания отдавать. То есть это называется исходом из Египта. И мы приходим к средству, которое позволяет нам себя исправить, к световозвращающему к источнику получения Твора. А как приходит к этому? Как приходит к этому ощущение, что нам не хватает отдачи и любви? Прийти к этому ощущению, что нам не хватает отдачи и любви? К этому мы приходим посредством работы в Египте, когда мы хотим прийти немного к силе отдачи и любви и не в состоянии. И снова хотим, и снова не в состоянии. И хотим немножко приблизиться к Творцу, а Фарон отбрасывает нас, вот это вот намерение ради самонаслаждения. И так это происходит всё время и всё время в течение 400 лет. А может быть, что кли, который мы получили, этот глубокий внутренний свет, что это кли, оно подобно пустыне? Почему это как в пустыне, я не знаю. Я измеряю себя по отношению к духовному рождению, то есть получению силы ради отдачи. Подъём над моим желанием получать, чтобы я весь был в отдаче. Чтобы мои расчёты были вне меня, в группе. Сейчас, когда я стараюсь, стараюсь относиться к группе и давать ей всё, и не в состоянии. Называется ли это для меня изгнанием? Чувствую ли я в этом огромную боль? И чем больше я стараюсь, он у меня не выходит. Я стараюсь, он у меня не выходит. И так у меня возникает всё больше и больше горечь от всего этого состояния. И тогда это всё называется изгнанием. Я чувствую себя рабом внутри желания получать, внутри намерения, ради самонаслаждения, которое у меня есть. Я чувствую, что оно порабощает меня, что я нахожусь внутри, в наручниках, я ничего не могу сделать. Если так, то моё состояние называется изгнанием. И чем больше я стараюсь проделывать какие-то действия по объединению, любви, и это называется избавлением. Избавлением значит, что у меня есть возможность объединиться и наполнить ближнего, чтобы уподобиться Творцу. И в этой мере я почувствую, что он облачается в меня. Что значит он? Свойство отдачи и любви. Если я это делаю, то тогда он в меня облачается. Как мы сейчас можем помочь друг другу, все товарищи по всему миру, прийти ещё до Песох к этому ощущению, что мы в изгнании, и что вот именно этого нам не хватает? Надо прийти к этому до Песоха? Песох – это уже переход, это выход из изгнания. Изгнание измеряется страданиями в изгнании. Насколько мне не хватает состояния любви к товарищам, объединения с ними, чтобы я наполнял их своей любовью, своим союзом, своим поручительством и всё, в чём они нуждаются, чтобы я был готов им дать. И только о них я молюсь. Этого требует Тора. Это истинное исправление души. Ну что, сзади. Хочу понять правильное отношение к изгнанию, потому что, с одной стороны, я услышал, что нужно прийти к осознанию зла и понять, что такое изгнание. А с другой стороны, я всегда думал, что мы обычно на плохих вещах не концентрируемся, на отрицательных. Почему это должно быть отрицательным? Потому что я желаю любви к ближнему, отдачи. Это ощущение изгнания, это изгнание из невозможности реализовать отдачу. Но я не стремлюсь к отрицательным ощущениям, я стремлюсь к отдаче. Я не стремлюсь работать на фараона, я стремлюсь работать на Творца. Но то, что вместо работы на Творца все время выходит, что я работаю на фараона, это изгнание. И тогда получается, что изгнание это вещь положительная? Положительная для того, чтобы у меня возникло желание выйти из него. Но не то, что оно само по себе положительное. Вперед. Страница 2091, первый абзац сверху. Известно, что первый фактор в работе это лёлишма. То есть со стороны воспитания, то, что называется заповеди, переданные людьми. Это начинается на основе желания получать, когда человеку дают понять, что нет такой большой ценности в материальных наслаждениях. Потому что сколько уже живёт человек в этом мире? И с помощью Торы заповедей он удостоится духовного наслаждения в грядущем, в вечном мире. А также в этом мире удостоится успеха и материальных наслаждений. Путь к этому тоже через Тору и заповеди, которые принесут нам здоровье, доход, успех. И удостоимся мы длинной продолжительности жизни. То есть человек использует Тору для того, чтобы заработать, преуспеть в том, что есть в этом мире, во всей этой материальности, которая есть. Ну, мы уже поговорим об этом в следующий раз, потому что мы не сможем разъяснить всю эту статью. Но я рекомендую так. Прочитайте эту статью. Это короткая статья. Её можно разослать на все ваши телефоны. Ну, так, прочитайте её несколько раз. И завтра, за пять минут, мы поймём её. Но стоит, потому что здесь есть очень много всяких деталей, которые он написал в таком виде. Может быть, он хотел из этого сделать статью, потому что это у него находилось в таких записях, в черновиках. Ну, надеюсь, что мы поймём её. Есть вещи, которые я не хочу объяснять. Тут говорится о различных... О всяких отношениях, которые есть между религиозными и религиозными, религиозными и нерелигиозными. Ну, тут пусть каждый поймёт на уровне своего развития. Вот так это. Почему? Потому что эти вещи, которые человек ещё не в состоянии принять, они могут ему повредить. Нет заповеди раскрывать сразу всё. Каждый на своём уровне понимает и продвигается. Это так же, и потому что мы не хотим просто так вредить человеку, не дай Бог. Или делать ему какое-то плохое настроение. Нет. Тот, кто хочет раскрыть, что он животное, пусть раскрывает, но я ему об этом говорить не должен, что он животное. Но дело-то не в этом. Мы всё время здесь изучаем, что мы должны распространять науку Каббала. Распространять это не значит раскрывать вещи, которые люди не в состоянии усвоить. Но не все люди животное. Нет, он не в состоянии это воспринять. Поэтому каждый до своём уровне, по своему характеру, на ступени своего развития так это раскроет. С одной стороны. А с другой стороны? Питер, пожалуйста. Дневное задание. Напоминаем, что сегодня дежурили четвёртая десятка Санкт-Петербурга, 17-я Петахтиквы, 3-я Хайфы, Австрия, Эстония и Казань, Россия. Совместно десятки подготовили задания. Итак, каждая десятка должна в течение дня провести семинар на тему, как десятка приходит к ощущению изгнания и недостатка любви к ближнему. Ещё раз. Каждая десятка должна в течение дня провести семинар на тему, как десятка приходит к ощущению изгнания и недостатка любви к ближнему. На этом мы заканчиваем. Спасибо нашим телезрителям и хорошего дня. Из израильских групп есть важное сообщение относительно праздника Песах. Шимон Ишай, пожалуйста. Да, мы рады сообщить, что мы просим всех, все группы записаться на дежурство, связанное с Песахом. Будет послан линк. Мы хотим, чтобы это было общее групповое действие вместе с подготовкой и подключением к урокам. Мы призываем всех записаться. Мы считаем, Раф, что многие товарищи сюда приедут участвовать в подготовке к Песах. Я бы хотел спросить, с каким вопросом, с каким хиссароном, намерением им следует приехать на эту работу? Мы находимся в подготовке к Песаху. Есть очень много различных видов подготовки. Будет много трапез, много учёбы. Мы приглашаем все группы, насколько они в состоянии. Ну и насколько вы готовите для них, чтобы они приезжали и участвовали во всех подготовках. Разумеется, это не для того, чтобы человек забрасывал свой личный дом. Мне об этом говорится. Но имеется в виду участие рациональное, так скажем. Тот, кто в состоянии, хочет поучаствовать. Мы хотим, чтобы это привело к объединению между нами, чтобы это было правильной подготовкой, совместной работой, совместной учёбой вместе с этим, с песнями, с учёбой, с работой в кухне и так далее. Я очень рекомендую в этом участвовать. Рабаш этому придавал огромную важность и просто посылал меня на чистку яблок, скажем, или там чистку картошки, просмотр кофе. Я помню, что я сортировал 12 килограмм кофе, просматривал. Я думаю, что это то, что каждый должен попробовать, насколько это эффективно для духовного продвижения. И поэтому мы приглашаем всех и сделаем это красивым, хорошим, приятным образом, так, чтобы это был конгресс, чтобы было такое ощущение, такое воодушевление и исправление ещё большее. Ну и кроме этого, всё. Когда это что? Кому обращаться? Ссылку мы послали, разослали всем группам, просто нужно использовать её, чтобы записаться. И, разумеется, в течение ПЭСов приезжать тогда, когда можно и удобно. Ну, очень хорошо. Ну, на этом закончим. Я хочу только сказать, что как мы учимся всё больше и больше, мы должны входить в жизнь, когда сила отдачи, объединение всё больше и больше будет входить в отношения между нами. И это будет истинным еврейством, и так, чтобы это происходило. Но давайте это будем продвигать нашими действиями к практике. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok